Глава 2, часть 1. Женщины жалуясь на мужчин чаще всего говорят, он меня со всеми слушает. Злодей, либо полностью игнорирует слова своей половины, либо послушав пару минут, и уловив в чем, собственно, дело, гордо нахаблучивает шляпу с надписью «Мистер, решая все проблемы» и предлагает решение, имеющее целью успокоить подругу и облегчить ей жизнь. И недоумевает, видя, что та не оценила этот жест любви. Сколько бы раз она не упрекала его в нежелание выслушать ее, все повторяется снова и снова по тому же сценарию. Она хочет внимания, сочувствия, сопереживания, а он думает, что ей нужно решение вопроса. Мужчины, жалуясь на женщин, чаще всего говорят, она пытается переделать меня по своему вкусу. Когда женщина любит мужчину, она чувствует себя ответственным за него, обязанной помогать ему сделать карьеру и достичь более высокого положения, и как следствие старается, чтобы он стал лучше и совершенствнее во всем. Она создает в собственном лице нечто вроде домашнего коммунитета по совершенствиям. И в фокусе ее внимания оказывается, прежде всего, он, мужчина. Сколько бы он не противился непрошенной опеке и подсказкам, верхняя подруга только ждет подходящего момента, чтобы примчаться на помощь или дать ценнейшие указания, что и как следует делать. Она думает, что таким образом оберегает любимого от трудностей жизни, а он чувствует себя под глубоком. Его гораздо больше устроило бы, если бы она принимала его таким, какой он есть. Казалось бы, извеченные проблемы, однако справиться с ними можно, а для этого, прежде всего, необходимо понять, почему мужчина прям-таки обливает стресс к опережению решений, а женщина к переделке и улучшению. Давайте-ка вернем назад, в прошлое, и понаблюдаем за жизнью на Марсе и Венере до того момента, как имену питательность теста есть при сильных силах. Это позволит нам признаться с особенными силами и пеховыми.